Альтернативная дипломатия Альтернативная дипломатия Но вы в этом формате Да, я как бы получил, что там господин Герт, депутат Бундестага, он как бы был у меня в хозяйстве И там за чаем мы разговаривали, да, и он меня спрашивал, мои впечатления о тех годах, которые сейчас прошли О тех событиях, ну и вот, когда я вот эту свою позицию всю высказал, он меня спросил Готов ли я вот то же самое рассказать в Бундестаге Вот, я сказал, что я в принципе готов, почему нет, я говорю вот так, как оно есть И поэтому я туда попал, но я как бы попал и туда как фермер, а не как профессиональный политик Ну я думаю, в первую очередь, как крымчане, наверное, вы туда все-таки попали Потому что я вам честно скажу, я был очень доволен тем, что как бы предоставилась возможность Потому что я читаю и немецкую прессу, да, и у меня предоставилась возможность просто донести Вот о тех сложностях, которые есть вот у людей в связи с этими санкциями, со всеми этими отсоединениями То есть присоединениями, как вот они считают, там, аннексии Ну, как бы, вот с этим Вы знаете, мы эти сложности пытаемся донести уже в течение пяти лет Юрий, я знаю, вы часто контактируете с зарубежными делегациями, которые приезжают сюда, именно иностранцы Понимаете специфику восприятия положения дел в Крыму непосредственно иностранцами Способен ли такой формат, не многочисленный, но достаточно активный и плотный, повлиять действительно на ситуацию? Я вам хочу сказать, что вот то мероприятие, которое состоялось в Бундестаге Это результат вот нашей работы по народной дипломатии Мы уже не один год общаемся, работаем, в том числе и с Вальдемаром Гертом, депутатом Бундестага С другими депутатами Он же на Ялтинский форум тоже приезжал, да? Он был два раза на Ялтинском форуме, принимал участие в наших мероприятиях по народной дипломатии, в общественных мероприятиях То есть человек сегодня прекрасно понимает обстановку, которая в Крыму Он видит, как динамично развивается Крым И он видит, как подает крымские события правительство или политическая элита Германии В том числе и проправительственные средства массовой информации И вот тогда у нас родилась такая идея провести вот такое мероприятие в Бундестаге Я вам хочу сказать, что несмотря на то, что немногочисленное участие в этом круглом столе В Бундестаге Я хочу отметить, что весьма сложно в принципе собрать представителей делегаций из Крыма, России, Украины и Донбасса Для того, чтобы люди в принципе контактировали Это достаточно сложно, во-первых А во-вторых, я вам хочу сказать Очень важно, что это мероприятие состоялось Очень важно, что там принимали участие обычные люди, обычные народные дипломаты В качестве экспертов Те, которые могли объективно, незангажированно рассказать о том, что происходит в Крыму В Донецке, в Луганске Поэтому событие очень важное Оно получило большой общественный резонанс в Германии Как у русскоязычного населения, так и у немецкоязычного С учетом того, что Германия имеет достаточно много проблем сегодня своих В частности, и с беженцами в том числе Это серьезное и важное событие для нас, для крымчан и для россиян в целом Это создает положительный имидж Республики Крыма Российской Федерации в целом там в Европе В ведущей стране Евросоюза Германии Вилли, вы участвовали в Круглом Столе на тему права человека в Крыму и на Донбассе Были докладчиком Какие идеи высказывали? И были ли какие-то противоречия? Вы понимаете, когда говорят о правах человека в Крыму Сразу подразумевают, что здесь какие-то Вот со стороны Российской Федерации Какое-то давление И нарушается все права человека Чувствовалось такой негласный вопрос в воздухе во время этого стола Я вам скажу так Когда я начал говорить, восприняли очень остороженно Но когда я начал говорить о действительно нарушениях прав человека в Крыму У крымчан То это вызвало огромный интерес у всех там присутствующих немцев Потому что одно дело, когда рассказывают о нарушениях прав человека политик И другое дело, я как гражданин Германии Вообще проживающий в Крыму Начал, допустим, рассказывать Для немцев, немцы вообще по идее, они очень большие прагматики И когда я им сказал, что вот люди, которые платили всю свою жизнь в пенсионную кассу И потом еще 23 года в украинское государство Вдруг вот в один прекрасный день остались без пенсии Потому что украинское руководство решило забрать вот эту пенсионную кассу к себе И вот эти люди остались, для них было огромное удивление Когда я сказал, что, понимаете, вот я говорю, вот банки И все люди там в банках держат деньги Но немец привык, что это стабильность И государство, которое как бы гарантирует вот эти вклады, которые есть у населения И вдруг вот в один прекрасный день, 6, я не помню, 6 мая, да, 14-го года Просто руководство закрыло и уехало Ну вот как это, да, вот это второе Потом, а для них было вообще, ну вообще непонятно Для меня, как бы, я уже потом ставил им вопросы, да, вопросы почему Значит, смотрите, ситуация такая Украинское руководство отменило авиасообщение, железнодорожное сообщение, автобусное сообщение, да При этом, как бы, немцы в посольстве заставляют, как бы, приехать в Киев и там получить Вот у меня был вопрос, каким образом должны ваше посольство приехать, вот, крымчане Каким образом они должны туда доехать и там, это, хуже всего Я говорю, вы еще заставляете привезти туда детей, детей, рожденных уже в российском Крыму И, соответственно, в России выдали им российский документ Стоит, наверное, пояснить, что для вас, как для этнического русского, я бы даже сказал, крымского немца, это действительно актуально Ну, я, про мою актуальность я еще скажу Так вот, вот эти вот дети заезжают в Украину, а потом эти же родители не могут вывезти этих детей, потому что у них нет украинских документов Для них тоже это было, знаете, вот открытие Потому что я говорил о тех бытовых вопросах, да, не о каких-то глобальных Я говорил о бытовых вопросах, с которыми каждый день сталкиваются крымчане Это вот, и таких вот моментов очень много Я, ну, как вот, я говорю, да, вы поддерживаете, все хорошо Ну, смотрите, вот я иностранец, я хочу подъехать, ну, проехать вот в Крым Да, написано в законе, я как бы законопослушный немец Хочу, не хочу нарушать ни один из законов, да, в украинском законодательстве написано Что я должен проехать через Украину, получить спецразрешение Хорошо, я вот такой, ну, как бы прошел один раз Я доехал до Херсона, я там написал все заявления Все, и мне пришлось две недели сидеть там, жить в Херсоне Но это, как бы, не понимаете, не Лас-Вегас, чтобы там просто так жить Вот, и через две недели я получил разрешение Я заехал в Крым, побыл там какое-то определенное время, я выехал Это Крым, где, ну, как бы, мой бизнес, да, вот, моя семья И я хочу сюда, ну, как бы, ездить беспрепятственно Но я должен это получить разрешение было Я его получил, заехал, выехал, и у меня его забрали То есть, в следующий раз я опять должен жить два, две недели в Херсоне Понимаете, о таких вот бытовых вопросах Ну, это политические моменты для того, чтобы показать, что, мол, все ездят через Украину Потому что считают себя условно украинскими гражданами И вы, оказывается, не русский немец, а украинский немец Ну, я понимаю, там, все это, да Я говорил о бытовых вопросах, о бытовых сложностях, с которыми сталкиваются крымчане Или это правильно, потому что бытовые вопросы должны донести простые люди, наверное, действительно, как мы с вами А вот касательно вопросов более широкого формата, это, наверное, вопрос уже к политикам Юрий, вот сложившаяся ситуация во взаимоотношениях не только России и Украины, а целого ряда стран, да, как показывает практика Угрожает, наверное, всей Европе А сами жители ее и правительство стран Старого Света, они понимают, чем это чревато Что это не просто взаимоотношения России и Украины, вот там, поругались условно, перестали разговаривать А что это действительно может повлечь за собой сложности для целого ряда стран, для всей Европы, а может и мира Если уже не повлекло Вы знаете, вот состав наших народов и дипломатов, он качественно изменился вот за последние годы Если мы работали сначала с обычными гражданами из Европы, потом общественные руководители, общественных объединений Сегодня мы работаем с политиками, депутатами регионального уровня, республиканского, то есть Бундестага в частности Хочу сказать, что многие политики, да, наверное, большинство политиков в ведущих странах Евросоюза понимают, к чему все это может привести Но дело в том, что вот эта вот заангажированность политической верхушки этих стран не дает им сегодня свободно выражать свое мнение Где-то есть понятие партийной дисциплины, где-то есть понятие солидарности с Украиной Но с каждым днем, с каждым годом политику Европы он прозревает Он понимает, к чему могут привести такие взаимоотношения К чему могут привести двойные стандарты, которые применяются сегодня в отношении Российской Федерации И вот яркий представитель политического бомонта, это тот же Вальдемаргетт, тот же депутат из Берлина Он, кстати, со мной был на празднование пятилетия ДНР Тири Мариани и Лепен, я думаю, можно перечислять в принципе многих европейских политиков Кстати, хочу сказать, вы знаете, в Донецке вот большая делегация была, где-то человек 15 было из Германии Это были руководители общественных дел, это были депутаты Были представители из Венгрии, из Норвегии Кстати, все наши, которые наработки мы делали по народной дипломатии И достаточно громкие делали заявления там Мало того, они делают эти заявления, открывают глаза своим гражданам, в том числе и в Норвегии, то есть в странах Евросоюза Чем это закончится? Я думаю, что в любом случае они будут вынуждены признать Крым реально территорией Российской Федерации Рано или поздно это произойдет, как я говорю иногда, знаете, любая война заканчивается миром И мы к этому сегодня идем Кропотливая работа, тяжелая работа Но я считаю, что это очень важная работа Игорь, ну знаете, для нас вот эта война условная в информационном поле, для меня как журналиста и моих коллег Для вас в политической плоскости, да А в Европе многие обычные граждане, да даже политики определенного ранга считают, что в Крыму действительно проходят боевые действия Вилли, вот была ведь постановка вопроса коллег из Германии Каким вы видите мирный исход событий в зоне конфликта в Крыму, Луганске и Донецке? Луганск, Донецк, понятно Неужели действительно там считают, что Крым это горячая точка? Ну, я скажу так Там я как бы от Крыма не один был, да Там еще был политик господин Штыков Вот он сразу этот вопрос как бы с самого начала разграничил и сказал, что вот здесь на самом деле два вопроса Один есть Крым в составе Российской Федерации, а есть вот этот Луганск и Донецк И поэтому вот с этого момента начали как бы вот различать эти два вопроса Это не один вопрос Юрий, ну вот Украина считает Крым временно оккупированной территорией По сути, сознательно она в свое время ограничила гражданам, которых считает своими же Доступ к водным ресурсам на примере Северокрымского канала И думаю, Вилли, вам как фермеру этот вопрос очень-очень актуален Потом энергетическое, продовольственное, транспортные блокады были Вот неужели до сих пор политики в Европе, да и простые граждане считают Украину невинной мышкой, у которой кусочек сыра стянули? Я вот говорил, еще раз подчеркну, Европа прозревает, но этот процесс происходит достаточно медленно Вы знаете, одно дело мы, допустим, вот как Вилли, они поехали в Бундестаге Это достаточно большая, хорошая площадка, где они могли высказать публично свое мнение о том, что происходит у нас в Крыму Я думаю, вообще показательно, что в здании парламента Германии присутствуют люди из Крыма Это было впервые за эти вот пять лет мы добились того, чтобы в парламенте озвучивали эти проблемы В то же время, очень важно, что эти люди приезжают к нам Потому что, что бы мы ни говорили, особенно политики там в Европе, о Крыме и вообще о событиях здесь Нам бы, допустим, с трудом верили Но то, что они сегодня приезжают и видят своими глазами динамику, положительную динамику в Крыму Это очень важно, самое главное И они сегодня работают в этом плане и дают информацию на свой электорат Поэтому мы вот и так строим работу И большая перспектива работы с Бундестагом у нас открылась Вилли, говорят, что очень сильным было выступление представителя Украины Павла Волкова, если я не ошибаюсь Который выдал действительно порцию правды о положении дел на Украине О свободе слова, о действиях СБУ в этой стране Поверили ему или по-прежнему считают, что нет, ничего подобного нет? Я сегодня разговаривал с Ольдемаром Он сказал, что они ждут какую-то делегацию из Украины И вот эти все вопросы, которые поднял господин Волков Господин Волков не только поднял вопросы Он передал эти все дела По фамильному, кто где там Вообще, такие серьезные случаи Например, 84 года человеку ему дали 12 лет За какие-то там, как измена родине по Украине И вот такие вещи он туда передал И вот сейчас вот этот вопрос будет уже подниматься То есть уже резонанс вот этой нашей встречи С результатами уже есть Я думаю показательно, что именно вы Не только как крымчанин, не только как фермер Но и как немец непосредственно участвовали Приехали в Германию и в Берлин Вы сказали свое слово И прочел ваши слова, мне они понравились Вы говорите, что запрограммированы навсегда Оставаться проводниками интересов европейского бизнеса в России Но в то же время жестко защищать интересы российской государственности И прав российских граждан в Европе Имея в виду российских немцев Которые на основании своего европейского происхождения И вообще исторического прошлого с Россией Имеют на это право Но другой вопрос В Германии прислушиваются к вашему мнению Они считаются с вами? Я скажу так Вот понимаете, одно дело сказать Крыму отключили свет Да, звучит так А когда я им сказал Вы вообще сами себе представляете Вот декабрь месяц, минусовая температура И вот отключили свет И теперь говорю, представьте себе того врача В роддоме, который стоит напротив роженицы И она там, как бы Или вы себе представляете Вот воспитателя в детском доме Да, у которого выключили свет И электричество вообще Вы, говорю, представляете Ну, как бы представьте на секунду Реанимацию, да В которой, вот как врач себя чувствует Когда вот у всех его больных Подопечных вдруг отключили свет И вот тут вот, понимаете Я по глазам видел, что это Действительно они поняли Что такое отключить свет Понимаете, вот Это действительно Поэтому они действительно Сегодня прислушиваются Они начали Самый главный шаг Вот я считаю, что мы все сделали Да, что заставили их уже сомневаться То есть они уже прислушиваются Ко всем сторонам этого конфликта То есть не просто так абстрактно Где-то этот конфликт Вот в Донбассе Или в Луганске Или вот вопрос, который вот есть В Крыму с этими санкциями Они уже действительно прислушиваются Каково мнение, Юрий, ваше По поводу актуальных проблем Вот с получением той же визы Да, крымчанами Визу в Германии Вот я не говорю уже там О простых крымчанах Да, но вот те люди, которые имеют Происхождение, да Какие-то корни, связывающие их с Германией У них возникают с этим сложности Или все-таки идут на какие-то Компромиссы власти Значит, ну Очень большие проблемы С получением визы У тех граждан Российской Федерации У крымчан Которые хотели бы съездить в Германию И повидаться со своими родственниками С одной стороны Власти Германии говорят о том Что ограничений в получении визы нет Но де-факто получается Что очень серьезное ограничение Ну, как уже Вилли говорил Надо ехать в Киев И так далее, и так далее Это наглое и такое циничное Отношение к своим гражданам И они просто нагло Попирают права человека Ведь они же декларируют Европейские ценности права человека Там есть отдельный пункт Где категорически запрещается И считается нарушением прав человека Действия, которые направлены На создание проблем В общении с родственниками Эта проблема существует с 2014 года Очень ограниченное общение Очень сегодня проблематично Попасть в Германию Повидаться со своими родственниками Как собственно говоря И приехать из Германии Сюда в Крым Именно указав В документах Что он едет в Крым Ведь сегодня не секрет Вот даже наши народные дипломаты Они получают визу В Российскую Федерацию И в Москве Там отмечаются Потом прилетают к нам И об этом мы говорили Собственно говоря С депутатами Бундестага Как с представителями партии АФД Так и с представителями партии левых И здесь и левые и правые АФД Они вот в этом вопросе Едины в своем мнении И проводят политику Вальдемар Герт делал запросы официальные И имеет официальные ответы По данному вопросу Вальдемар Герт Он партия Альтернатива для Германии Его называется И в принципе все завязано На этой альтернативе Альтернатива это Что-то иное Что-то вот другое То что человек может выбрать По сути Когда есть возможность выбора И он предложил Международную альтернативную организацию По защите прав человека Получается что Нынешние профильные организации Такого плана Они по сути не справляются Своими функциями Совершенно верно Даже вот на примере Который мы сейчас разбирали Ведь сегодня Те организации Которые занимаются этим вопросом Они не срабатывают Поэтому и возник этот вопрос Нужна какая-то организация Международного уровня Которая будет заниматься Вот защитой прав человека В том числе и Россиян и крымчан в целом И знаете Добавлю следующее Сегодня Российские немцы Во главе с Вальдемаром Гертом И с другими Они сегодня работают Над проектом Проведения международного конгресса Российских немцев Российских немцев Ну на земном шаре в целом Порядка 20 миллионов Это граждане Российские немцы Проживающие в странах СНГ Латинской Америки Штатов и так далее И это очень хорошая площадка Для того чтобы сказать Миру правду О Крыме И о крымских событиях Поэтому С одной стороны Это организация Международного уровня По защите прав человека А другая Вот такая площадка Я считаю Что это очень важно И это правильный ход Вилли А вы себя позиционировали На этой встрече Как все-таки Этнические немецы Или как крымчанин Ну давайте разделим это Вот когда речь шла О защите прав человека Почему? Потому что Понимаете Это же нарушение Европейской конвенции О правах человека Вот то что я говорил Да вот все что я говорил Они же понимали Это есть свобода на передвижение Есть свобода на жизнь Есть свобода там еще Да и вот эти все Все виды свобод Они попраны Вот здесь я как бы Позиционировал себя Как крымчанин А когда вот у меня там Следующий вопрос Какие меры Да вот возможны Вот тут я уже Как бы сказал им Что ну как бы Сказал вот смотрите Вот ситуация 1970 год Ну как бы Холодная война В самом разгаре Да и все ждут Какого-то там Ядерного взрыва Или что-то Да и в этот момент Садится Вилли Бранд В самолет И летит в Москву И просто договаривается Начинает диалог То есть вот до этого Как бы все уперлись И никакого диалога В этот момент Пошел диалог То есть вы считаете Что все завязано На имени Вилли Нет Может быть действительно Принесет удачу Вилли Ну уже хочется На такой лирической ноте Все-таки подытожить Вы говорили Что Крым стал Решающим фактором В вашей жизни Почему? Читал ваше интервью О том что Крым Это решающий фактор В вашей жизни Да нет Ну я Крым Просто вот понимаете У меня У меня всегда Как-то вот С Крымом Была какая-то такая Община Даже когда я не знал Что у меня тут Вот предки мои Из Крыма Да Ну например Меня военкомат Призывал в Казахстане И отправил И в Патуре служить Ну это уже Как бы сам факт Почти там рядом 40 километров От того места Где у меня родился Прадик Повезло Вот Ну действительно Будем надеяться На то что Все-таки будут решаться Сообщая с помощью Народной дипломатии С помощью здравых политиков Все-таки будут решаться Эти сложности И имя Вилли Зазвучит еще не единожды И точно так же Будут вспоминать Уже только в другом контексте Господа Благодарю вас за беседу Зрители за внимание Увидимся с вами На следующей неделе В этой же студии В прямом эфире Программы Вечер лайф и обсудим то что обсудим